Привет всем киноманам! О харизме Дэвида Теннанта и нестареющем Дензеле Вашингтоне, а также о целой череде новых трейлеров к ожидаемым фильмам и планах Стивена Спилберга. Поехали! В сети появился дебютный трейлер второй части криминального экшена «Великий уравнитель 2» от режиссера Антуана Фукоа, снявшего первый фильм в 2014 году. Образ главного героя бывшего агента ЦРУ Роберта Маккола вновь в примере Дензел Вашингтона. Автором сценария выступил Ричард Уэнг, также работавший над первой частью. К сожалению, детали сюжета пока что держатся в тайне. Роль главного антагониста досталась Педро Паскалю, известному по участию в сериалах «Игра престолов», «Нарко» и сиквеле «Кингсман». Мировая премьера второго «Великого уравнителя» намечена на 20 июля. 20-й век Фокс показал финальный трейлер второго фильма о Дэдпуле, на этот раз добавив шуток про Таноса и DC. Картина станет продолжением истории о ненормальном, невыносимом и неубиваемом Дэдпуле, разрушающем все стереотипы о супергероях. Бывшего наемника, превращенного в мутанта-убийцу, ждут новые подвиги, смесь фарса, кровопролития и безумия. Компанию Дэдпулу составят мутанты Кейбл, Домино, Бедлам, Шаттерстар и Колосс со сверхзвуковой боеголовкой. Российский релиз продолжения кинокомикса о болтливом наемнике Уэйди Уилсоне в исполнении Райана Рейнольдса ожидается 17 мая. Появился в сети финальный трейлер блокбастера «Мир юрского периода 2». В центре сюжета окажется Клэр Диринг, героиня Брайс Даллас Ховард, основавшая организацию под названием «Группа защиты динозавров». Заручившись поддержкой персонажей Даниэлы Пинеды и Джастиса Смита, Клэр планирует вывести с острова всех доисторических животных, поскольку их существованию угрожает вновь пробудившийся вулкан. События картины стартуют с того момента, как Диринг обращается за помощью Коуэну Грейди в исполнении Криса Претта. Российская премьера второй части фильма «Мир юрского периода» намечена на 7 июня. Также подоспел первый трейлер экшн-триллера «Отель Артемис» от режиссера и сценариста Дрю Пирса, снявшего фильмы «Железный человек 3» и «Миссия невыполнима. Племя изгоев». Действие сюжета разворачивается в недалеком будущем в Лос-Анджелесе, а в центре внимания находится история медсестры, работающей в подпольной больнице для самых опаснейших преступников города. Вскоре она начинает подозревать, что один из ее пациентов начал охоту на других больных. В картине снялись Джоди Фостер, Джефф Голдлюм, София Бутелла и Дэйв Батиста. На экранах кинотеатров «Отель Артемис» окажется 26 июля. Дебютный трейлер психологического триллера «В темноте» с участием Эмили Ротаковский и Натали Дормер появился в сети. В центре сюжета находится слепая пианистка София, которая становится невольным свидетелем убийства девушки, живущей в квартире над ним. И хотя София могла только слышать произошедшее, она все равно оказывается втянутой в загадочный и опасный преступный мир Лондона. Но вскоре выясняется, что и в этом жестоком криминальном подполье она способна выстроить свой собственный неординарный маршрут мести. Натали Дормер работала над сценарием фильма, а режиссером и со-сценаристом картины значится Энтони Билл. Российский релиз «В темноте» запланирован на 14 июня. 19 апреля в кинотеатрах состоится премьера фильма «Логово монстра» с Дэвидом Теннантом и Робертом Шиэном в главных ролях. Триллер расскажет историю двух парней, работающих парковщиками у элитного ресторана. Они успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра. Снял картину один из создателей «Геошторма» Дин Деврин по сценарию Брэндона Бойса. Поклонникам творчества и харизмы Дэвида Теннанта фильм обязателен к просмотру. А сегодня, 22 апреля, праздник у любителей сериалов. Стартует второй сезон научной фантастики «Мир Дикого Запада». Сюжет рассказывает о недалеком будущем, в котором громадную популярность у публики завоевали роботизированные тематические парки отдыха и развлечений. При помощи современнейших технологий они имитируют популярные исторические периоды. Посетители выбирают любимую эпоху и принимают активное участие в аттракционе. Статистами в парках служат андроиды, почти неотличимые от живых людей. Но техника — вещь капризная. Однажды в компьютерной системе происходит сбой, и роботы начинают убивать посетителей. Если пропустили первый сезон, лучше начать с него. Слишком много будет непонятно. Успешный международный прокат фантастического фильма «Первому игроку приготовиться» позволил Стивену Спилбергу стать первым в истории кинорежиссером, кинопроекты которого собрали более 10 миллиардов долларов. Самым кассовым фильмом Спилберга был и остается «Парк Юрского периода», собравший около миллиарда долларов. Далее в «Порядке убывания» расположились «Индиана Джонс» и «Королевство хрустального черепа», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода 2», «Затерянный мир» и «Война миров». После выхода фантастического фильма «Первому игроку приготовиться» Стивен Спилберг и его студия Amblin Entertainment намерены продолжить сотрудничество с Warner Bros. Как сообщает издание Variety, теперь знаменитый режиссер намерен заняться экранизацией комиксов о черных ястребах от издательства DC. В центре оригинального сюжета команда, в которую входили пилоты времен Второй мировой войны, боровшиеся с тиранией и притеснениями людей. В начале 50-х годов по мотивам этих комиксов был снят сериал. Позже появились и анимационные фильмы. Точная дата начала производства картины пока неизвестна, так как в ближайших планах сразу несколько перспективных проектов. В частности, в 2019 году режиссер должен приступить к съемкам пятого фильма об Индиане Джонсе, а после этого снять новую версию культового мюзикла «Вестсайдская история». Ну а на этом пока все. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Следующий обзор новостей уже через неделю. И кто знает, что произойдет за это время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова